Добрый день, уважаемые друзья! Первое, я хочу вас поблагодарить, что вы пришли на мой отчет. Я сегодня хочу отчитаться о том, что мы сделали в 2017 году и что планируем сделать на 2018 год. Одной из самых приоритетных задач на территории нашего района является развитие жилищно-коммунального хозяйства. Позвольте я начну с газификации. И мы немножко сравним все, что было сделано до нас, что мы планировали сделать в 2017 году и что планируем сделать в 2018 году. За последние 5 лет в Терестном районе было газифицировано 400 домовладений в 17 населенных пунктах. Построено 38 километров газопровода. В сравнении с цифрами только в 2018 году нам предстоит газифицировать 219 домовладений. Это вход в эксплуатацию распределительных газовых сетей деревни Хромяковка, Долгая, Смирновка, Старая Льевка, Труновка и Стойлова. Выполнить строительство газопроводов в 2018 году в селе Орловка, Панино, деревне Голубовка, Рублевка, деревне Грюковка, улица 7-я Штольная в городе Греевске. Это более 43 километров газопроводов и 390 домовладений. То есть за 2017 и 2018 год мы газифицируем более 600 домовладений. В рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья ввели в эксплуатацию в городе Греевске 20 квартирных домов в поселке Бородинском 7. В России всего 2150 квартир, площадью более 90 тысяч квадратных метров. Планируют переселить 4600 человек. Кроме того, в деревне Нижняя Китаевка, город Тулы, было построено 250 квартир, куда также переселились наши граждане. Большое внимание мы уделили подготовке к осенне-зимнему периоду, к отопительному периоду. Я хочу напомнить, что в нашем районе это 26 котельных, из них 23 муниципальные. Две котельные, это объекты социальной сферы и 71 километр тепловых сетей в двухдругном исполнении. В рамках проводимых мероприятий по подготовке к зиме, при устранении аварийной ситуации силами ресурсоснабжающих компаний и при поддержке правительства Тульской области, мы заменили 3 километра тепловых сетей и большое внимание уделили ремонту теплового хозяйства. В 2016-2017 годах мы ремонтировали огромное количество котельных, меняли котлы, трубопроводы. Это более 114 миллионов рублей. Последнюю котельную мы запустили в микрорайоне «Энергетик». Реконструкцию проводили города Булахова. По объектам социальной сферы выполнена работа на сумму 31 миллион рублей. В 20 учреждениях проведены мероприятия по энергосбережению. Заменены окна, утеплили фасады, отремонтировали крови. В 6 учреждениях произвели замену и ремонт отопления. Значительные работы проведены и будут проводиться по ремонту дорог. Это наша головная боль, достаточно серьезная. Всего в районе 604 дороги местного значения протяженностью 482 километра. 33 дороги областного значения протяженностью 220 километров. За 2017 год в рамках программы областной было проведено освещение дороги «Быковка-Богородец». За счет средств дорожного фонда в 2017 году отремонтировали 10 километров путей. На 2018 год запланировали мы огромное количество ремонтных работ. Планируем отремонтировать 25 дорог только в этом году протяженностью 26 километров. Ориентировочной стоимостью 293 миллиона рублей. Наверное, всем будет интересно, если позволите, я зачитаю, какие дороги мы запланировали. У нас две программы. Это программа безопасной и качественной дороги и программа, сформированная на основе большого количества заявок. Это средства нашего дорожного фонда. Начну я, наверное, с дорожного фонда. Мы запланировали построить небольшой отрезок автодороги к девятиэтажным домам нового микрорайона. В городе Киреевске запланировали отремонтировать улицу Тупиковая. Города Киреевская от улицы Чехова, от улицы Толстого и от улицы Ленина до улицы Тупиковая. Улица Трудовую города Киреевского от 8 марта до улицы Дорожников, улица Комарова, небольшой участок дороги между улицей Гагарина и улицей Комарова. Значит, спланировали отремонтировать автоподъезд к нашей пожарной части ОФПС номер 13. Отремонтировали отремонтировали улицу Комсомольскую города Киреевск, отремонтировали улицу Чехова, Ленина, Толстого, улицу Тупиковую, улицу Железнодорожную. В городе Литке улица Лесная, Боголя, Мира, Больничная, Комсомольская. В городе Волохова, Первомайская, Корнеева, Терешкова. В поселке Бородинский улица Боголя, улица Пионерская, улица Пушкина. В поселке Шварцком улица Первомайская и в поселке Приумском улица Мира. И, как я уже говорил, это 25 дорог в протяженностью более 26 километров дорог. Ну, более 26 километров. Ну, планы амбициозные, конечно, но думаю, что мы справимся с этой задачей и проведем этот ремонт в сроки согласно контрактов и с высоким качеством. Запланирована также реконструкция автомобильной дороги. Это дорога между Буковка-Благородицк, автоподъезд в деревне Медленко. Это более 5 километров дороги. Стоимость 129 миллионов рублей. Разработана проектная у нас документация по строительству автомобильной дороги от нового микрорайона с выезда на Буковку-Благородицк. Принимаем участие в целевой программе формирования современной городской среды города Киреевска на 2018-2022 год. Предусмотрено у нас благоустройство территории общего, пользование с финансированием более 15 миллионов рублей. Предлагается в 2018 году благоустроить 4 дворовые территории. Это заявки от граждан были поданы в эту программу. Это улица Чехова дом 1, 3, 3, 6, 2 общественных пространства. Это площадь Ленина перед ДК и строительство набережной для отдыха в микрорайоне Брусяновский. Также в Кирейском районе реализуется программа капитального ремонта общего имущества квартирных домов. На 2018 год запланирован капитальный ремонт на 41 доме площадью более 18 тысяч квадратных метров. Значительную роль в решении социально значимых вопросов населения нашего района играет проект «Народный бюджет», который за последние годы существенно себя зарекомендовал как эффективный способ решения многих вопросов жилищно-коммунальной сферы, социальной сферы, создания зоны отдыха, реставрации и реконструкции учреждений образования и культуры. В 2017 году по данной программе проведены работы на 22 объектах. Полностью завершены работы по 14 объектам и 8 объектов у нас являются переходящими. Мы закончим их в этом году и так же сдадим. Для участия в программе «Народный бюджет» 2018 года от Кирейского района было подано 87 заявок. По итогам конкурсного отбора определены 13 проектов победителей. Это три учреждения образования, два объекта ремонта водопроводных сетей, один ремонт кровли, два объекта ремонта придомовых территорий и один объект установки детской площадки. В 2017 году имелась потребность у нас в 23 местах детского сада для детей в возрасте от 2 до 3 лет. Для сокращения очередности дошкольных учреждений по программе развития и образования в Курской области проведены работы по открытию дополнительных 45 мест в городе Булокова. Это огромная проблема. У Булокова была 10-летняя. В этом году мы группы открыли. Надеемся, что данная проблема уйдет уже на второй план. Стоимость работ по открытию данных групп была более 5,5 миллионов рублей. В прошлом году было отремонтировано капитальное отопление Шварцевской и Красноярской школы. Осуществлен ремонт отопления Балаховского центра образования номер 1. Ремонт канализации Присадской школы. Отремонтирован спортзал в Октябрьской школе. В начале 2018 года частично отремонтировали отопление в Кирейском центре образования номер 2. Это бывшая седьмая школа. Мы заменили... Прошу прощения, 4. Нет. 16 окон заменили, установили партусы для маломобильных групп. Поменяли достаточно большое количество отопительных приборов. На 2018 год запланируем капитальный ремонт Кирейского центра образования номер 2. Это по программе благотворительного пожертвования от Транснефт Верхняя Волга. Планируем отремонтировать и здание школы, и здание детского сада. Общий объем финансирования по школе 153 миллиона рублей. По проектной документации по детскому саду 90 миллионов рублей. Капитальный ремонт Присадской школы. Капитальный ремонт Октябрьской школы. Начаты работы нашими специалистами по проектированию нового детского сада в городе Тиреевске. В сфере культуры в 2017 году проведены капитальные работы по ремонту зданий Кузнецовского СДК, Красноярского СДК. В рамках проекта «100 клубов». Приобретены театральные кресла, заменены окна Тиреевского районного дома культуры. Наследство бюджета муниципального образования в городе Тиреевске проведена 50% замена окон зданий городского дома культуры. В августе 2017 года введена в эксплуатацию лыжерольная трасса в городском парке культуры. В 2018 году планируем отремонтировать капитально Приубский дом культуры, Красноярский дом культуры полностью. Отремонтировать вентиляцию, чашу бассейна, установить подъемники для лиц с ограниченными возможностями в Тиреевском физкультурно-оздоровительном комплексе. Планируем также и уже ведется ремонт помещений для размещения художественного отделения Кирейского Дыши. Это то место, как правильно выразиться, это многолетние снимали не в своем здании, вернее было у нас в нашей школе расположенных художественных отделениях. Вот теперь мы решили это сделать своим, работы уже ведутся и надеюсь, что по окончанию контракта наши дети спокойно смогут там заниматься. Ну, вкратце, в моем докладе все. Я благодарю вас за внимание, готов ответить на вопросы. Знаю, что их достаточно много. Пожалуйста, задавайте. Галина Андреевна, я даже не сомневался нисколько. Галина Андреевна, я вам в прошлом году обещал начать ремонт школы. Да, вот совместно с Инна Натойной Величко нам выделили деньги, пока мы только получили первый траншит на школу. Надеемся, что будет у нас еще и второй. Поэтому Приубская школа, самая проблемная, Октябрьская ваша, самая проблемная. В этом году мы ее отремонтируем, но и вместе с вами посмотрим, как ремонт будет там. Спасибо. Да, пожалуйста. Да, давайте подождем. Я 15 лет, в Тбилиси, правда. Ой, надо же, ой, это вообще не так. Так вот, я приехал туда, в свои родители, в Тбилиси, в Тбилиси, в Тбилиси, в Тбилиси. Да, я понимаю, о чем вы говорите, о дороге на кладбище. Мы в этом году... Да, да. Мне неоднократно задают этот вопрос о дороге на кладбище. Действительно, достаточно значимая, будем так говорить, дорожная артерия, городская. Мы пытались ее по программе народного бюджета, да, Виталия, провести, да, но не получилось. В любом случае, в этом году мы ее будем подсыпать, будем ее уплотнять, для того, чтобы дорога была ровная и комфортная. Можно было добраться до наших усохших родственников. Спасибо. Вот то, что мы спланировали на этот год, и то, что я рассказал, это будет 100%. А по итогам аукциона, который состоится в рамках розыгрыша, если будет какая-то экономия, тогда можно. Просто пообещать спустую и сказать, что я сделаю, но это будет нечестно с моей стороны по отношению к вам. Поэтому давайте дождемся последнего аукциона, я пойму, какие у меня деньги останутся, а потом уже будем разговаривать. Вот эти деньги уже запланированы, это точно будет. И еще, вот если будут делать новые дороги, асфальт будет сниматься? Частично будет сниматься асфальт. У нас сейчас, видите, когда вот этот съемный асфальт, мы не просим, мы говорим, что лучше наторно, а вот здесь. Мы те, тот асфальт, который будет сниматься, мы, конечно, никому не будем ни отдавать, ни тем более продавать, а будем его использовать в своих целях. От того, что, допустим, по городу Берейскому мы заплатили сделать 11 дорог, это окончательно не решит проблему города. Кроме центра города, у нас есть еще частный сектор, о котором нельзя забывать и ни в коем случае. То есть то, что мы снимем, мы, конечно, будем наиболее такие места серьезные, проблемные, будем в главу обязательно. Спасибо. Да, я прекрасно. И в связи с этим, и нашу дорогу, около нашего дома есть эти 12 дороги полностью, ваш существующий губернатор области нам даже обещал, что в нашем году нам сделают эту дорогу, и ничего не сделали. Ну, берегулов Тесакова мы в прошлом году сделали, а вы имеете в виду вновь дома дорога. Я думаю, что непосредственно на дом 10-12, в которой шла дорога, вот, знаете, новые дома, разбита полно. Вы можете посмотреть, если можно убедиться. А, ну, я только что, по-моему, сказал, вот у нас вкладе есть, это вот дорога, которая идет в пожарную часть, или дорога, которая идет вновь дома. Давайте посмотрим, так, я на следующей неделе выйду, посмотрю, потому что специалистов мы осметим, но сразу говорю, вот, без обещаний на этот год, потому что деньги все спланируют. Пока деньги все спланируют. Мы ее осметим и посмотрим. Валерий Бахадович, где-то я вас видел. Вот. Валерий Бахадович, вы тогда Сенина и Сойко-Юрина, пожалуйста, на следующей неделе выйдете. В ВИК надо будет записать телефончик в обязательном порядке, чтобы созвониться и с нашими специалистами и совместно вышли и посмотрю. Хорошо, Валерий Бахадович? Да. Да, пожалуйста. По-моему, по Север-Кертеновске очень много освещения сделают. Короче говоря, что я звонила в регустрацию две недели назад. Мне отвечают, сделай. Позвонила в пятницу, неделю назад. Говорят, ну сегодня в пятницу. Я говорю, что... Нет, подождите, он сделан или не сделан? Я не знаю, ваша проблема там. И вот, что сделан или не сделан. Сейчас он мне говорит, что обалдет порога. Я звоню Константин Сергеевич, связываясь с ним. Он мне, значит, обещает. Говорит, мы вам делать не будем. Я говорю, почему? Потому что нам нужно составить договор с подрядчиками, чтобы они приехали вам и сделали этот день. Я прошу прощения, что перебиваю, но я так думаю, что вам вообще не интересна наша проблема. Да. С договорами нужна лампочка, которая горит. Вика, запиши, пожалуйста, улица 8 марта, поселок как-то, и телефон. Ну, по всей улице у нас не горит, и вверху у нас освещения нет. И телефончик вот. И на Мичурино нет, у нас, короче говоря, у нас не сгорит. Вика, запиши, пожалуйста, улица 8 марта, и я их поручаю. Я вам слышал, давайте сделаем так. Теперь я займусь. Я не знаю, зачем вам рассказывать про договор с подрядчиком, когда это моя задача. Так, еще у меня один вопрос, конечно, он касается лично моей мамы, лично моей мамы. Моя мама исполнила 90 лет. У меня такая была обстановка неприятная. Мне позвонили из почты и говорят, езжай в срозащиту. Я говорю, зачем? Я приехала туда. Я говорю, вы меня вызывали? Вот не помню, шестое или пятое помню. Она мне говорит, президент Ивана, пишите заявление. Я говорю, какой здесь? Значит, вам письмо надо вручить от президента. А я говорю, а почему мне? Это же моя мама. Вы должны сами приехать. Ну, сегодня пятница. Значит, ваша мама 18-го в день выборов была. День рождения. 90-й лет. Сейчас выборы. Нам, как говорится, ехать не надо. Сейчас, Инна Анатольевна, это то письмо, которое к нам в администрации сегодня привезли. Короче говоря, это заявление, короче, я написала. Я вышла оттуда, мне так было обидно это. Со своей мамой. Которой, извините меня, эти пять лет, когда жила война, она на трудовом фронте была, окопы копала. Видно, она, собственно, запишите адрес. Я лично поеду и поставлю. Короче говоря, звали на стулу, ну, знакомую. Она говорит, ну что, Аритина, поздравляю твою маму с Рысовесом. Я говорю, нет. Она говорит, а почему? У моей подруги, говорит это, у мамы было 90 лет. С Рысовесом приехали, подарили плед. Дело не впредь. Подарили плед. Дело внимание. Да, дело внимание. Соседка из Лизанской области, ей маме 95 лет. Она отправилась в Рязани. Сейчас она находится в Октябрье. В Рязанской области преподнесли поздравления и электрический чай. Звонили к маме на родину. Сосед, ну, соседа 90 лет. Поздравили. Дядя Василий. Дядя Клавова говорит, что приехали с Рысовеса. 18 километров. У нас новая школа. К нам в деревню Круто. Приехали. Это поздравили открыткой Путина. И в комедии 5 тысяч рублей. Почему? Моя мама... Давайте сделаем так. Я не готов за организацию что-либо говорить. Мне было неприятно. Я когда вышла оттуда. Я думала, что ты шла и ей все трясула. Давайте сделаем так. Я еще раз говорю, что я не готов за другую организацию говорить. Мы выясним. Да, Инна Анатольевна все это делала. Вот. И, пожалуйста, тогда Инна Анатольевна адрес и телефон запишите. Так. И большое я хочу сказать благодарность. Алина Андреевна. Я ей позвонила. Мы свидетельские. Она приспредитована. Я приду, поздравлю бабушку. Они пришли. Вот. Пришли в двое. И поздравили. Галина Андреевна. Это опора и надежда дебельского поискового. Поэтому мы с ней постоянно... И благодарность. Мне с души свело. Но все равно у меня этот вопрос... Думаю, я все равно до туда доеду. И я узнаю. Ну, давайте мы сделаем так. Мы сначала узнаем. с вами с вами. Так. Еще я хочу задать один вопрос. По поводу воды. Да. У нас постоянно на 8 марта нет воды летом. Весь вверх у нас нет воды. Летом вообще если жара будет, то все. По ниточке. А может быть вообще нет воды. Ну, наверное, много поливают на дорогу. Я не знаю. Много или много. Но у нас проблема всю жизнь там такая. На 8 марта и на 8 марта. Не было раньше в двух этажках помечурино. Все бегали ко мне в колодец. Сейчас нам сделали. Сейчас они выходят к нам в колодец. Потому что им сделали. Я говорю. Дай Бог. Это лето было ливеночкой. Воды было. Сейчас, дай Бог, обратно лето. Воды обратно нет. Ну, давайте мы доживем. Посмотрим, что будет. Хорошо? А по вами мы вот разберемся. Нет. Да, пожалуйста. Вас заговорили за Октябрьский и за воду. Я хочу спросить. Вот мы живем на краю Октябрьского. У нас стоит там одноморная башня. Это старая водонаборная башня. Которая находится... Я уже дал поручение. Мы на следующей неделе выезжаем. Но сначала посмотрим принадлежность к имуществу. Нельзя сломать не свое имущество. Если это принадлежность с нами наша, мы ее снимем с учетом. Я уже дал. Хорошо. А то очень страшно. Летят доски уже. Да. Ваш сосед Александр Сергеевич. Да. Он ко мне подходил. Мы этот вопрос обсуждаем. Все понятно. Пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Вам завтра делали работу. Но еще одна тема вопроса. Вам в Зисаково есть технику? Есть технику. 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 Есть тротуар? Нет тротуара. Технику. Я говорю, есть тротуар. Я вот просто. Технику. 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 В СССР. Эхнику. Технику. 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 Но электромег Free. Обычно мы сняли этот оригиней. Он отсыпал, вернее, в прошлом году отсыпал там парковку, сделали нам стадион, поставил на награждение. Это все совместная работа, и про этот тротуар мы постоянно разговариваем. Это действительно очень длинный тротуар, который всем нужен, но в этом году я его 100% не смогу сделать. На следующий год в рамках Дорожного фонда буду планировать тротуар, потому что большой микрорайон, достаточно много людей ходит. Пешком, и не только в техникум, и в дома, и также Егор Гассана, ну все у нас там. То есть будем осмечивать, и на следующий год попытаемся его отремонтировать. Я женат, и у меня дети. Не в коммунальное, а в квартирный дом. Вы имеете в виду, вы имеете в виду, расселили в каком плане? В том плане, что вы приносили в его квартиру. Потому что от переименования сможет однаждаться. Я тоже имел, не знаю, счастье или несчастье пожить в общежитии много лет. То, что его будут сносить и расселять, его надо признать аварийным, непригодным для проживания и тому подобное. Я думаю, что это достаточно свежие дома, и их не будут признавать аварийными, подлежащими сносам. Другое дело, что совместными усилиями нашими и проживающими там привести его в порядок. Мы эту работу начали с февраля месяца, по выявлению достаточно огромного количества неплательщиков. И вы знаете, сотрудники достаточно плодотворно отработали большое количество людей, которые не платят вообще за содержание жилья и тому подобное. Но говорить о том, что мы его будем расселять, нет, не будем. Пожалуйста. Да, пожалуйста. Значит, на этот год, как и обещал губернатор Тольской области, программа переселения будет продолжена. То есть в этом году она в рамках областного финансирования. Нам предоставляют денежные средства на 1390 квадратных метров расселения. Это в закупке у нас будет 3-4 квартиры. На 2019 год нам дали поручение подготовить площадки строительные. Надеемся, что это будет уже федеральная программа. И все дома, которые признаны аварийными после 1 января 2012 года, исключенные в реестр, мы будем расселять. Если вас интересует конкретно наш, ну, ваша, ну, понимаете, Октябрьский поселок это не один дом. Ну, если вас интересует конкретно ваш дом. Строятся дома. Ну, у нас много освобождается мест под строительство. То есть огромное 460 домов нам в этом году необходимо снести по всему району. Если это будут конкретно жители Октябрьского, то, наверное, мы будем планировать строить. Потому что большую массу людей мы переселили в город Кирейск. Ну, тем самым ослабили наши поселки и все остальные, они там, деревни. Ну, из Липова много людей забрали, из Бреупска много людей забрали. К нам сюда, в город Кирейск. Увеличив там более чем на 3,5 тысяч населения. По Кирейску было 27, стало там почти 31 тысяча. Ну, нельзя так всех... Всех с по практике есть, не очень рады. А где работали? С работой, да, пробуем. Ну, не совсем уж и прочные. Так, пожалуйста. Тротуар не огорожен от асфальта. Эти машины едут, извините меня, дорога хорошая. Они уменьшатся на нуле, на большой скорости. Так. А наши детки, я уже наблюдала, не я однократно. Первоплажки, второплажки, третиплажки. Те, которые очень озорные, бегают, играют. Туда-сюда бегают. У меня волосы, либо того, где машина туда, или они под машину попятят. Понимаете, какое-то отрождение надо бы сделать. Вы знаете, дети, они не бывают плохие, хорошие, не всегда хорошие дети. Да. Но в то же время... Да нет, водителям, которые, как вы говорите, едут на большой скорости, если у них нет водительского воспитания, головы не пришьешь. Я понимаю вас, да, это первое. А второе, ну, наверное, побольше надо с детьми в школе там проводить, что нельзя в пределах дорог играться. Мы планируем делать в этом году на шестой школе, да, Нина Анатольевна, специальный объект такой светофорный, который, ну, с ограждениями у нас будет, с пешеходными переходами, с огромным количеством знаков. Ну, давайте посмотрим, что там можно сделать, и как это можно оградить, но все равно надо есть детьми в школе, ну, с водителями, наверное, бесполезно, а не взрослым. Пожалуйста. Замечательно. Три года назад, три года назад, я тоже тут шуетилась, там провозили себе это, варусь, говоря, Лунина, ну, там, начальник Лунина, как бы, как бы, не знаю, и прокладывается. Она говорит, Летина Ивановна, ну, ты теперь будешь довольная, а ты обреться мужики тебе. Ты первый друг уходишь, оттуда, в водонаборной машине, у тебя болтет, вовно. Вот видите, Лариса Николаевна, она улыбается, сядет в рейсинге. Да. Короче, в горе они трассу уложат, друга уложат, и идут туда, в водонаборной машине. Я тут же поехала скурила, и к себе, думаю, проложила. Ну, как сейчас, седай на тройку, давай, не опустим эту тему. Не, ну, как же, на то, что тут, когда люди идут, все равно, как же, канавцы попали, чем ехать попали, я провозила их в дом. Потом я смотрю, думаю, что такое машины там возле, в этой напольной башнике. Оказывается, они там насосы нет. Это что там? Ложили, ложили трубы, и сказали, что насосы нет. Все, теперь никакого нет. Понятно. Давайте, проверьте, запишем, пожалуйста. Это вы на напорной башне номер два скажете. Все тайны рассказали. Вот, проверьте, как вот. Пожалуйста. Пожалуйста, задавайте еще вопросы. Ну, на самом деле, действительно, проблема водоснабжения в Кирейском районе, она очень серьезная. По той простой причине, что весь Кирейский район находится у нас, у нас есть и шахты, которые перестали работать, у нас есть и огромное количество залежей железной руты. В связи с этим, огромное количество скважин, которые были пробурены очень давно, имеют серьезное содержание железа. В прошлом году Нина Ивановна Капитанова сидит, она построила у себя станцию обезжелезной, чуть-чуть сняла проблемку, но все равно недостаточно, да, Нина Ивановна? Построили мы, пробурили новую скважину, в Приугском построили станцию обезжелезной, недостаточно этой скважины, но станция. В этом году мы планируем запустить в городе Кирейске два водозабора. Реанимировать водозабор, это парк, который у нас в парке находится, и реанимировать водозабор, который у нас называется лес, это в районе Тесакова. Но правильные анализы и в парке, и в Тесакова, огромное содержание железа, поэтому в парковой зоне реконструкция водозабора нам предстоит серьезная, это замена всего оборудования и строительства большой станции обезжелезной, чтобы добавить в город воды. Такая же проблема у нас и в принципе везде, наверное, по всем муниципальным образованиям. В водозабор, вернее, в санитарной зоне охраны города Кирейска, конкретно, числится 19 скважин водоснабжения, но есть у нас скважины, которые вообще непригодны к применению, это и содержание железа, и песка, и осадочные слои. Четыре скважины мы закрыли, потому что все, они свое отработали. Но в то же время и восстановление скважин, которые были у нас запасны, занимает достаточно большое время и колоссальное количество денежных средств необходимо. Вот для восстановления водозабора в центральном нашем городском парке нам необходимо 22 миллиона, и мы эти работы сейчас ведем. То есть надеюсь, что постепенно, естественно, мы проблемы водоснабжения в районе будем потихоньку снимать. И у нас проблемы и в Болохово с водоснабжением. Просто воды не хватает. Всю жизнь подавали по часам с ослабленным давлением. У нас в Бородицком проблема, потому что тоже есть содержание песка и содержание железа. То есть, ну, проблемы. Возоснабжение – проблема. Но в то же время и у наших соседей, и в Киево, и в Киево, и в Узловое, ну, одинаковые проблемы. Это шахтерский район, от этого не куда не деться. Поэтому будем всеми силами пытаться водоснабжение восстанавливать, чтобы люди у нас не жаловались, чтобы вода была круглосочной. Ну, в принципе, живем в современном мире, поэтому вода должна быть. Только так. Ну, я услышал, мы уже записали, рассмотрим и расспрашиваем, что-то можно сделать. Если там действительно какая-то проблема с насосом, ну, будем старая. Ну, мы меняли насос, у нас проблема главного, мы заменили насос, там поставили более мощный, посмотрели резервуары, то есть воды сейчас хватает. Единственный вопрос, с сетями проблема, но сети стараемся восстанавливать. Может быть, и здесь надо посмотреть. Ну, съездим на водозабор, а в Киево с них посмотрим. Ну, зато у нас в этом году в Дедилово было воды, потому что больше колено, больше аль. Ну, я вас уверяю, вы бы не хотели бы, чтобы то, что в этом году произошло у нас в Дедилово затопление более 32 домогладиней, что-то такое произошло в октябрьском. Вот, поверьте, наверное. Ну, вот, я надеюсь, что, да, не поднимется, если плотину не оторвет, и отсюда от больницы не затопит вас. Пожалуйста, задайте еще вопросы. Лариса Михайловна, ничего не хотите сказать? Покуратон ничего не хочет сказать. Я благодарю вас за то, что вы пришли. Приглашаю вас 21 апреля на областной субботник. Буду сам обязательно надеяться, что вы придете и нас поддержите. Пожалуйста. Вика, я на субботник ездил в октябрьский. Я живу 8 марта. Ну, сейчас же новые правила. Можно было переделать землю. У меня я собственник. Землю нельзя переделать, это круглое. Собственник своей земли. Да, участвую. Один отчинка. Ну, сейчас нужно новое восстановление, нужно перебарить. Все, идея. Ну, сейчас у нас, космос. Все, приехала для Таисии, как было, в 42-м. Заказала, приехала, подела 9 тысяч, сняли, все. Он-то работает. Я к архитектору 10 раз говорю. Не надо к архитектору. Вот Елена Петровна Кудряшова сидит. Это владитель моего экономического... Теперь я уже в сутках. Лена. Ну, если так... Я-то не понимаю, что моя земля. И я хочу, как же сказать... Да, вот, Лена, какой у меня кабинет? Неправильно. Какой кабинет? 12-й кабинет, пожалуйста. В понедельник в 10-ти часам утра. Елена Петровна Кудряшова. Какая-то у меня лишняя земля. Я говорю, у меня тут идет второго, значит, задачи. Вы только документы возьмите, все, чтобы не на пальцах объяснять, где ли это было. Ну, у вас то в лесной незаконной, где в земле, и что-то, как видите, в лесной. Это сплошное решение, дорогой ты. Только вы документы, пожалуйста, возьмите. У вас хорошие специалисты, они посмотрят, где вот этот кусочек лишнее находили. Спасибо вам огромное. Был рад вас видеть. Надеюсь на вашу поддержку. Всего вам. Приятно, дайте мне доход. Бери его, дайте. Пожалуйста.